Когда в сети начала появляться конкретная информация по Asus Zenfone Max Pro M2, многие люди наверняка подумали, что свершилось чудо. Давайте загибать пальцы. Недорогой, на нормальном железе, с лютой батареей, неплохой камерой, NFC, бровью. Ладно, ладно, последнему и вправду вряд ли кто особо радовался. Но, тем не менее, мечта людей, которые целятся в смартфон среднего класса, казалось бы, сбылась. Увы, так только казалось бы, потому как Max Pro M2 огромный клубок, сплетенный с компромиссов, недосказанностей и прочих спорных решений. Почему я так считаю, и стоит ли в конце концов покупать этот смартфон? Давайте разбираться. А разбираться мы начнем, как всегда, с внешности. Собственно говоря, здесь нас и встречает то, что не так сталося, як гадалося. За исключением лицевой панели, корпус пластиковый от слова весь. Огорчает это не только потому, что в M2, который не Pro, сзади есть алюминий, а здесь его нет, но и потому, что царапается и пачкается этот красивейший глянец безумно легко. В общем, корпус выглядит нарядно, но его нужно прятать в чехол. Ради чего тогда было наряжаться, непонятно. Из позитивного отмечу, что благодаря отсутствию металла в облицовке, аппарат получился легким. Держа его в руках и не скажешь, что под капотом у него банка на 5000 махов, но к этому мы вернемся позже. Следующим моментом вероятной грусти и боли является микро-USB порт. Type-C, конечно, хотелось бы очень, но ради дырки под наушники я смартфон хоть по L5 заряжать готов. В общем, я микро-USB переживу. Что вы по этому поводу думаете? Пишите в комментариях. Из того, что сделано как положено, отмечу практически невыступающую рамку камерного блока и лоток под карты с большой буквы, куда можно воткнуть и две симки, и карту памяти. Без всяких приклеиваний, чипов на microSD и криков «Мама, купи мне айфон под водофон». Узнавать хозяина по лицу Max Proem 2 умеет и делает это весьма успешно как в хорошем освещении, так и при свете тусклой лампы в спальне. Сканер пальца в устройстве работает очень стабильно и шустро. Визуально может показаться, что это не совсем так, но звуковой сигнал не врет. Реагирует смартфон на касание датчика практически моментально. Перед тем, как мы начнем обсуждать экран, хотелось бы сказать, что его однозначным достоинством является отсутствие засвета или затемнений в местах скруглений и вокруг брови. Это хорошо. Сам экран тоже хороший. Не идеальный, не самый-самый-присамый, но хороший. Цветопередача чуть более насыщенная, чем принято считать нормой для IPS-панелей. Картинка немного прохладная, но без сравнения с другими смартфонами прочувствовать ни первое, ни второе невозможно. В остальном LCD-экран здорового человека с приятной глазу неутомляющей картинкой. Для самых ленивых сообщаю, что диагональ дисплея 6,26 дюйма, соотношение сторон 19 к 9, разрешение Full HD+. При наклоне сильно проседает яркость подсветки. Цвета едва ли заметно могут синеть или желтеть в зависимости от угла, но смертных грехов из оперы инверсии темных цветов не обнаружено. Диапазон регулировки яркости норм или ок, как хотите, так и называйте, но словами из оперы отличный его не описать. Верхний предел вопросов в реальном использовании почти не вызывает, а вот нижний приемлем для листания ленты, сидя на кровати перед сном, но для темного помещения он определенно завышен. За производительность смартфона отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 660, графика Adreno 512, подвохов никаких в ней нет, а вот процессор здесь не такой, как у всех. Стандартная частота составляет 2208 МГц, тогда как модификация в Max Pro M2 имеет максимальную частоту производительных ядер в 1958. Есть некоторые сомнения насчет того, что эти 0,25 ГГц заставят вас раньше купить новый смартфон, но любителям теорий вездесущего обмана и заговора их должно быть достаточно для того, чтобы написать коммент на 40 страниц. Версии памяти есть 3.32, 4.64 и 6.64. Как юзер устройства на таком же железе с опытом скажу сразу, это не флагманская железка за копейки, но чувствовать себя спокойно с таким смартфоном в кармане точно можно. Софт не лагает об шее и через неделю точно не начнет, вопрос закрыт. Если вы не игроман, то в танках можно ставить почти максимальную графику и не видеть лагов. Если же одной катки для счастья не хватает, рекомендую сразу настроечки снижать, ибо через 15-20 минут фрезы обязательно появятся. Все-таки чип не топовый, потому ждать от него бескомпромиссной производительности не стоит. Если еще к железу у скептиков претензии быть могут, то к батарее, как мне кажется, придираться здесь уже станут разве что зажравшиеся владельцы кирпичей от дуги. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч, которых без проблем хватает минимум на полтора, обычно на 2-2,5 дня активного использования. Многие бактерии живут меньше, чем этот смартфон разряжается. Уважаю. Проблем с сотовой связью Max Pro M2 не имеет, NFC у него есть, и даже FM-радио сюда завезли, а вот на двухдиапазонный Wi-Fi Asus не расщедрились. Обидно, досадно, но поговорим о камере. Перед нами не заменитель среднеформатного монстра, который хорошо снимает всегда, везде и при любых условиях. Основная фотопушка аппарата не обладает широчайшим динамическим диапазоном цветопередачи, большинство снимков несколько сдвинута в блеклую сторону. Контурная резкость накручивается, и это видно, но зато не видно агрессивного подавления шумов, что хорошо, пусть это и далее остается фирменной чертой Samsung. Размытие заднего плана здесь стандартное, не сильное, не слабое, где-то такое же, как и у всех. Четкость тоже находится где-то на среднестатистическом уровне. Портретный режим есть, он работает, пользоваться можно, но делать этого я в повседневной жизни все равно не начну. Фронтальную камеру ругать, откровенно говоря, не хочется, даже в не самом идеальном освещении снимает она весьма достойные резкие и детализированные селфи, без смазывания бровей в пластилиновую кашу и прочего неподобства. Видео пишется в 4К без ограничений по времени, и чудесные новости на этом заканчиваются. Стабилизации нет, динамический диапазон где-то такой же, как и на фото, то есть просто неплохой. В общем, вы и сами все видите, ролики на морозе на этот смартфон снимать не стоит, ибо тряска рук передается им в полном объеме. Для записи в 1080 программная стабилизация, если что, доступна ее работу, вы сейчас наблюдаете на своих экранах. В наушниках Pro M2 играет как практически каждый смартфон на чипе от Qualcomm, только чуть добрее. Здесь есть и энергетика, и приличный панч, и вменяемая отработка средних частот, и неплохой уровень детализации, но вообще какие-то им ху обиженные. Я этого не люблю. Словно что аппарат не имеет проблемы с запасом громкости, при использовании внутриканальных наушников мне даже в транспорте было достаточно 60-70%. Динамик в аппарате, вопреки всем трендам, играет только торцевой. Не сказал бы, что это самый приятный спикер, который можно было бы установить в смартфон, но по громкости он более чем хорош. А в конце концов, не дать вам пропустить входящие вызовы до сообщения, это главная его задача. В плане программного обеспечения, перед нами смартфон на чистом Android, с мелкими добавками от Asus, вроде ползунка цветовой температуры экрана. По сути, ничего экстраординарного в этой прошивке нет, как нет в ней щедрой пригоршни мусора, на которую производители в фирменном софте обычно не скупятся. В общем, редакция одобряет. Подведем итог. Asus Zenfone Max Pro M2 имеет массу мелких недостатков, начиная порезанными частотами процессора и заканчивая пластиковым корпусом. С одной стороны, это все обидно и досадно. Но с другой, если вы не идете по миру в поисках каких-то идеалов и вам нужен смартфон с хорошей батареей и NFC, вариантов у вас уже немного. Среди всяких полу-нулнеймов на медиатеках, герой обзора выглядит прям как незабудка в гадком болоте. Добавляем еще пару критериев отсева из оперы, хорошее железо с неплохой камерой и чего уж, куда уж, кроме Max Pro M1, EM2, нихрена толком-то и не возьмешь. Да, последний дороже, ну так у него и чип лучше. Короче говоря, аппарат совсем не безупречен, но есть очень широкая аудитория людей, которые где-то вот такой вот смартфон ждал уже не первый год. И я уверен, что эти покупатели с шероховатостями данной модели смирятся на раз-два. В описании этого ролика вас, как всегда, ждут ссылки на Asus Zenfone Max Pro M2 в различных интернет-магазинах, на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете, а также фотографии и видео, архивчик без сжатия. Как вы любите, можете просматривать во все свое удовольствие, скажем так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на телегу и инстаграм. Всем спасибо за просмотр, пока! Пока!